Изволение Всевышнего. Продолжаем чтение книги Шарх Рия Салихин. Шейх Мухаммад Ибн Салих Алю Таймина Рахматуллахи Алей. Тот, кто следит с нами по книге, то мы остановились на третьем томе, 337 страница, 53 глава, Бабульджам Байнельхау Фурраджа, глава об объединении страха и надежды. Перед тем, братья Барак Луфикум, как начать урок, хотел сделать маленькое напоминание. Мы знаем или многие из нас знают, что запись, толкование этой книги на русском языке есть у нашего любимого брата, шейха Арсена Абу Яхьи. Хафидзху Аллаху Тааля, да храните его, ищите Аллах его во благе. Эти уроки Барак Луфикум, которые он давал, он давал их на русском языке. Мы же, Барак Луфикум, если вы заметили, преподаем эту книгу, читая слова шейха Мухаммада Ибн Салиха Алю Таймина, каждое предложение на арабском языке. И потом Барак Луфикум переводим на русский язык. Для чего это делается? Мы в течение многих лет преподавания, особенно нашим, то есть русскоязычному контингенту Барак Луфикум, заметили, что одной из лучших причин, одной из найсильнейших причин в изучении арабского языка, то есть нашими русскоязычными мусульманами, является Барак Луфикум именно слушание таким образом книг, то есть когда человек слушает на арабском и потом слушает сразу же перевод на русский. И вот многие братья, аль-хамду-ля, и многие сёстры говорят о том, что в течение какого-то времени, года, двух или трёх, слушали уроки, которые записаны таким образом, где читается каждое предложение на арабском языке, а потом переводится на русский язык. И сами, говорит, не заметив того, нашли, что они начали понимать арабскую речь. Говорят, мы даже открываем лекции на арабском языке, какой-то шейх выступает в интернете, и, субханал, видим, что если тема знакомая, то всё понятно, и всё ясно, как будто бы он говорит, говорит, на русском языке. И это, братья Барак Луфикум, положение того, кто много лет слушал эти уроки, просто слушая. Мы же, Барак Луфикум, побуждаем мусульман, Барак Луфикум, братьев и сестёр, которые хотят изучать арабский язык, взять эти уроки. Эта книжка, аль-хамду-ля, в формате PDF, у нас есть канал, называется «Сады праведных с переводом», закачана в переводе, и прямо, знаете, открыть и следить на телефоне, на планшете, на компьютере, кому что облегчил Всевышний Аллах Субан-Талли. То есть, когда вы слушаете урок, прямо вот так вот пальцем ведите, грубо говоря, по тексту, и слушайте. Субханаллах, братья, первый том вы не закончите, сёстры, вы научитесь понимать арабский язык. На первом томе уже. А что сказать Барак Луфикум о том, кто закончит второй, третий, четвертый, пятый и шестой том Барак Луфикум? Плюс ко всему эта книга очень важна. И почему? Потому что это книга, братья, общепризнанного великого алима, шейх Мухаммад ибн Салиха Луфаймина, которую называют «факхигом XX века». То есть, этот человек, Барак Луфикум, во-первых, мы известны тем, что своими здравыми убеждениями, убеждениями агли сунна валь-джама. Во-вторых, Барак Луфикум человек известен как специалист в акиде и специалист в вопросах науки, в вопросах науки фикха, специалист в науке фикха. Третий, Барак Луфикум, отличительная черта шейх Мухаммад ибн Салиха Луфаймина, то, что он учит людей извлекать полезные моменты из Курана, из аятов, хадисов пророка, салаллаху алейхи вассалям. То есть, учит, как жить по аяту, где Всевышний Аллах говорит, афаляйтадабарун и Куран, почему они не задумываются над Кураном. Вот именно этот алим, Барак Луфикум, из тех уляма, которые учат, Барак Луфикум, как извлекать пользу из Курана, из сунны пророка, салаллаху алейхи вассалям. И тот, кто следит с нами по урокам шейх Мухаммад ибн Салиха Луфаймина, и сам является свидетелем тому. Даже я слышал, братья, больше, чем от одного брата, что они говорили, аль-хамду-ля, аль-хамду-ля, после того, как я начал слушать уроки шейх Мухаммад ибн Салиха Луфаймина, то есть ваши записи, теперь, говорит, какой бы аят я не услышал, или какой бы хадис я не услышал, у меня как будто автоматически включается программа, ну-ка, извлеки оттуда пользу. И сам себя, говорит, так тренирую. В этом хадисе указание на то, в этом хадисе указание на то, в этом хадисе указание на то, по милости Аллаха, субханаху ватааля, баракалу афикум. И, аль-хамду-ля, аль-хамду-ля, братья, то есть практика тоже показывает, что человек, который прошел эту книгу, именно вроде бы она такая, не сказать, что большая, в ней разбор двух тысяч личным хадисом, но при этом удивительно, мы с братьями посчитали, допустим, в первом томе шейх разбирает 85 хадисов. Но, субханаху, разбирайте, 85 хадисов, он упомянул 220 лишним хадисов. Еще дополнительно. И это только первый том мы посчитали, потом мы уже как-то не считали. Это представьте, баракалу афикум, шейх пока разбирает 2200 хадисов. Сколько он еще дополнительно разных хадисов упомянул, баракалу афикум. Также напоминаю о том, что эта книга представляет из себя не только хадисы. Мы видим, что каждая глава начинает с обаракалу афикум с упоминания хотя бы минимум одного аята, иногда в той или иной главе упоминает с обаракалу афикум почти 10 аятов. И это тоже, братья, тот человек, который изучает эту книгу, он получается изучает и тафсир Курана, и тафсир толкования хадисов. Поэтому я уже не первый раз побуждаю братьев, как вот, например, я вам сказал же, что, например, есть уроки нашего брата, любимого шейха Абу-Яхви. По этой книге он закончил. То есть, если кто-то из братьев будет слушать эту книгу, было бы хорошо, если бы он, например, вырезал из записанной ими серии уроков разбор всех аятов, которые разобрал шейх Усаймин. И у тебя получится целая серия уроков, тафсир Курана шейха Усаймина из книги Рияд Салехин. Видите, да, как представьте, целую отдельную, огромную серию можно сделать, если у тебя, допустим, есть сайт, и в нем раздел тафсир, вот таким образом, Бараку-Фикум, а потом еще, если тебе будет даже не лень, например, и ты возьмешь и еще вырежешь каждый-каждый аят, а потом еще в определенный порядок и поставишь, именно как оно пришло в Куране, начинает сурой Фатихи, например, сначала сура Фатиха, везде, где шейх Усаймин упомянул тафсир, потом все аяты и суры Бакара тоже собрать в отдельную папку, потом те аяты, которые шейх разобрал, сурой Али-Имра, и так до конца Курана, в Аллахе, братья, огромное количество аятов, вы увидите, шейх, Бараку-Фикум, упомянул и растолковал, иншалатали, вы увидите, то есть только одну книгу, если вы послушаете тафсир, тех аятов, которые сделал шейх, Мухаммад ибнусал, как минимум треть Курана, тафсир вы уже будете знать, как минимум треть Курана, тафсир треть Курана вы будете знать, братья, вот такие важные замечания, то есть хотел обратить внимание, у нас очень часто, братья, очень многие знания преподносятся, Бараку-Фикум, но проблема в том, что халатность проявляют те люди, которые окружают требующие знания, вот Субханаллах, отличительная черта этой общины, Всевышний Аллах проявил милость этой общины, что Всевышний Аллах, как сказал Абдулла ибнамасуд, Всевышний Аллах посмотрел в сердца рабов и выбрал сердце Мухаммада для этого посла, а потом посмотрел в сердца рабов и выбрал сердца сподвижников, чтобы они были сподвижниками Мухаммада, слава вас, и эти сподвижники сохранили для нас всю религию, передали ее кому? Табиинам, и вот эти табиины, которые передали, это таби и табиинов, они тоже были избранными Всевышним Аллахом, Субханаллаху. Вот так же в наше время, Бараку-Фикум, почему бы нам не стараться быть избранными? И те лекции, которые, допустим, записывают те или иные братья, проявить им некое внимание, вот как пример я вам сказал, взять лекции нашего брата, Шех Арсена, Хафидз Аллаху-Таля, допустим, Парият Сальхины, взять вот отдельно оттуда, не вырезать все уроки, в которых именно затрагивается Тафсир Курана, Барак Аллаху-Фикум, Валлаху-Алим. Приступим к главе, глава называется Глава в объединении страха и надежды. Глава в объединении страха и надежды, то есть вместе. «И чтобы его страх и надежда были одинаковы». «Что касается того положения, когда он заболеет, то ему следует только надеяться». Братья, с научной стороны этот вопрос мы разобрали, разбирая эту тему в серии уроков Единобожия в вопросах и ответах. Поэтому тот, кто хочет более глубоко познакомиться, глубже познакомиться с этой темой, именно тема объединения страха и надежды, пусть вернется к этим урокам, ссылочка будет под видео, и ознакомится там со словами ученых в этом вопросе. Дальше. Ибо на необходимость этого, то есть объединение между страхом и надеждой, ясно указывает основоположение или же правила шариата, изложенные в Куране и Сунне. Мы не раз говорили, Варкалуфикум, с вами о том, что Куран и Сунна на самом деле представляют из себя свод правил. Даже те аяты или те хадисы, в которых рассказывается та или иная история предыдущих общин, на самом деле это свод правил. То есть обязательно мы должны извлекать оттуда пользу. Дальше Хафид Науи Рахматуллах Алей привел много разных аятов. Каля Аллаху Тааля, первый он привел аят из Суры Аль-Араф, «Афаляя манумакра Аллахи илля лькауму льхасирун». Только люди, потерпевшие убыток, думают, что они в безопасности от хитрости Аллаха. То есть в этом аяте указание, что те люди, которые только надеются и не боятся, эти люди окажутся из тех, кто терпит убыток. Каля Аллаху Тааля, следующий аят привел Хафид Науи Суру Юсуф, слова Всевышнего Аллаха, «Инна гуляя ясумирохилляхи илля лькауму лькафирун». «Поистине отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Значит, тут наоборот. Тот человек, который только страшится и не надеется, этот человек является неверующим. Каля Аллаху Тааля, дальше он привел аят из Суры Аль-Имран, 106 аят, «Яматабьедду лиуджугу ватасвадду лиуджугу». «В тот день, когда побелеют лица одних и почернеют лица других», мы, братья, разбирали, «Тафсир этого аят» в Мухтасре «Тафсир Аль-Багове», ссылочка будет очень важный, урок был в Арклуфикум, ссылочка будет под этим видео на «Тафсир этого аята». И говорили о том, что в этом аяте речь идет о приверженцах Сунны, приверженцах нововведения, как это растолковал Абдулла и Абнабас и другие праведные предшественники. То есть в этот день побелеют лица одних и почернеют лица других. И мы говорили, Арклуфикум, удивительно, что даже на этом свете какой-то молодой парень, вроде бы такой симпатичный, красивый и все, и он начинает распространять беда, и с каждым днем его внешность становится уродливый, уродливый, уродливый. Другой же, Субханаллах, может быть, не родился таким красавчиком, как говорится, и может быть не совсем симпатичный, но, Субханаллах, когда он преподает постоянно Куран и Сунну, с каждым днем, с возрастом он становится все красивее, красивее, красивее. Посмотрите, братья, на наших улема, на шейх Мухаммад ибн Салих, человек, Субханаллах, которому 80 лет было, и как приятно на него смотреть. В следующем аяте Всевышний Аллах говорит, То есть, в тот день, когда побелеют лица, лица, ахли сунна в этом побуждении, на что, на надежду. То есть, ахли сунна, когда слышит этот аят, у них появляется надежда, что они будут из числа тех, у кого побелеют лица. Вот асвадду лиуджиху в тот день, когда почернеют лица, это барак луфик, аят пугающие, которые вселяют в тебе страх. И, соответственно, ты не хочешь быть из тех, из числа тех, у кого почернеет лицо в судный день, и поэтому будешь, барак луфик, шарахаться любого беда, чтобы не оказаться из числа тех, любое новшество, из числа тех, чье лицо почернеет. И, соответственно, тот, кто призывает к новшеству, его также будешь шарахаться, как человека, который болеет какой-то страшной, заразной чумой. Вакаля Таля, также следующий аят Хафирнава перевел из Суры Аль-Араф, Инна Роббакаля Сариу Лякавуа Инна Гуля Гафуру Рахим. Поистине твой Господь скоро в наказании. И эта часть аята, барак луфик, он вселяет в тебя страх. Скоро в наказании, то есть, когда ты грешишь и вспоминаешь про этот аят, Инна Роббакаля Сариу Лякав, поистине твой Господь скоро в наказании. Вспоминая про этот аят, если ты собрался совершить какой-то грех, то ты оставляешься и отказываешься от него. А если ты уже совершил этот грех, то вспоминая этот аят, ты торопишься с чем? С покаянием. Потому что Аллах, если скоро в наказании, то Он может наказать тебя уже на этом свете. И Он прощающий, милосердный. То есть, если ты совершил какой-то грех и рассказ, то не отчаивайся в милости Аллаха, ведь Аллах, субханта, ля гафуру, Он прощающий и Рахим, Он милующий. Следующий аят, который привел Хафир науи, сур Али-Инфитар, «Поистине благочестивые будут пребывать в блаженстве». Это таят, который вселяет в тебя надежду. «Поистине благочестивые будут пребывать в аду». И поэтому ученые говорят, что этот аят не касается только того света. В словах Всевышнего Аллаха, «Поистине благочестивые в блаженстве» не сказал «в блаженстве где». И поэтому они в блаженстве уже на этом свете. «Поистине благочестивые пребудут в аду». То есть они уже в аду будут в этом свете. И поэтому, когда многие люди задают вопрос, «Брат, у меня депрессия. Брат, мне очень плохо на душе. Брат, даже жить не хочется». И так далее, и тому подобное. Вспомни про этот аят. «Поистине благочестивые пребудут в аду». Скорее всего, это причина твоего нечестия. Где-то ты совершаешь нечестие, и поэтому ты находишься в таком положении, брат. И из тех вещей, Бааракалуфикум, который избавляет тебя от нечестия, в первую очередь, то, чтобы быть из алябраар, из благочестивых, это изучение таухида, братья. Потому что, братья, просто изучение таухида, не говоря уж и Бааракалуфикум о практике, является причиной искупления твоих грехов. Просто изучать таухид, не говоря уже о том, чтобы воплощать этот таухид, это уже, братья, из причин прощения твоих грехов. И поэтому, когда кто-то чувствует, Бааракалуфикум, депрессию и так далее, и тому подобное, не к психологу надо обращаться, а к Аллаху, Субханалу Таля, нужно вернуться, раскаяться о своих грехах. И самое главное, братья, многие люди тоже не обращают на это внимания, говорят, ну как, я же не ворую, я же не убиваю, я же на рябане зарабатываю, я же прелюбодеянием не занимаюсь. Нет, самая страшная вещь, самая незаметная вещь – это грехи сердца. Сделай Варакалуфикум ревизию в своем сердце, посмотри, может быть, там у тебя фуджур, нечестие. Потому что, братья, грехи сердца, они незаметны, до того незаметны, что пророк Салаллаху, алейхиусальма, описывая рия, сказал, что рия, показуха, незаметнее топота муравья в темную ночь по скользкому камню. Представляете, какую аппаратуру нужно поставить, чтобы услышать топот муравья, еще и ночью, потому что днем, да, ты можешь увидеть, а тут еще не видишь, где он, по какой части скалы скользкой ходит, то есть до чего незаметно. И вот такие они, братья Варакалуфикум, незаметные грехи сердца, которые представляют из себя суть нечестия, суть фуджура, из-за которых мы потом находимся ла фиджахим в аду. Дальше Хафивнауви, рахматуллаху алей, привел аят из суры Аль-Каре, «Фамма манфакулят мавазинуху фагофи аишатиррадия». Тогда тот чаша добрых дел, которого на весах перетянет, будет благодействовать, то есть будет находиться в жизни, в которой он будет доволен. Эти аяты Варакалуфикум, это аят, побуждающий к чему? К надежде. «Вамма манхоф от мавазинува». «А тот же, у кого чаша эта окажется легче или легкой, то пропасть послужит ему пристанищем». То есть «атна саллаху алафу алафи». Эта часть аята, или эти два аята, вселяет в тебя страх. И мы говорили, обращали ваше внимание на одном из прошлых уроков на важность понимания слов «легкость весов». Большинство людей, братья, когда слышат, что в судный день весы тяжелые, легкие, думают, но легкие мало в них благих дел, а тяжелые много в них благих дел. И мы перечисляли с вами, говорили о причинах, сколько дел, в которые люди попадают в Баракалуфикум, так, что вот эти, братья, Баракалуфикум, весы с благими делами становятся легкими, потому что они превращаются в пух и прах. Ссылка на этот урок будет под этим видео. И дальше Ахафир Науи говорит «Валь аяту фи адаль мана кафира». И очень много аятов есть, говорящие, то есть несущие в себе этот смысл. То есть очень много аятов, где мы видим, что страх и надежда упомянуты в двух, рядом упомянутых аятах, или даже в нескольких аятах, или же в одном аяте. Баракалуфикум. Хафир Науади Рахматуллахи Алей говорит, Баракалуфикум, шейх Мухаммад имн Салих говорит об этих аятах, или об этой главе, сказал автор, имеется в виду Хафир Науи Рахимуллах, Бабульчамбайнальхауфи Аурраджа, глава об объединении между страхом и надеждой. Ватаглибурраджа фи хальмарат и говорил о том, что во время болезни, то есть особенно если предсмертная болезнь, человеку следует отдавать предпочтение страху. Адальбабыкадыхталяфа фи ги аль улема в этом разделе есть разногласия среди ученых. Халь линсану югал либуджани варраджа «Ва минхум анкаля», другие же сказали, «Янбаган яку на хауфу ва раджау усава». Его страх и надежда должны быть одинаковы. «Валя югаллибу хааза аляхаза», и нельзя давать одному предпочтение над другому, «Валя хааза аляхаза», или наоборот, другому над первым. «Ляннаху ингаля баджаниву раджа», потому что если человек даст предпочтение вопросу надежды, «Аминамакра» Аллах, он почувствует себя безопасным перед хитростью Всевышнего Аллаха, субханаталя. «Ва ингаля баджаниву раджау, если же он даст предпочтение страху, я и самин рахматилляту отчаяться в милости Всевышнего Аллаха». «Ва каля бадум», другие же сказали, «Фи хали сыхати яджа раджау гуахаву ва хауфу вахида», «Ва когда он дожив здоров, то он должен страх и надежда, или страх и надежда должны быть у него одинаковы». «Камахтарагу науви» — это выбор, «Хафиданави рахималу талифиаза китавы» в этой книге. «Ва фи хали марата», «Когда же он болит, он должен давать предпочтение надежда, или же только надеяться». Как мы сказали, Барак Луфикум, подробно эту тему мы разобрали, где вот слова мнения ученых и на основе довода, что является самым правильным в серии уроков «Единобожие вопросы», «Единобожие вопросы и ответы», «Хнишалл», ссылка, как я сказал, будет под этим уроком. Братья, обратите внимание, когда мы говорим, ссылка будет под этим уроком. Многие братья слушают уроки, и когда слышат уроки будут, ссылка не обращает внимания, не проходит по ссылке, не слушает. Этим самым братья упускают очень много добра, упускают очень много добра. Потому что есть та или иная тема, братья, она нуждается в подробном разъяснении. Представьте, если бы каждый раз, когда мы затрагиваем эту же самую тему, мы подробно разъясняли, то Барак Луфикум не успевали бы очень многое рассказать. И так как мы эту тему там уже где-то раскрыли, то есть в том или ином месте, просто даем вам ссылку в Барак Луфикум, вы пройдите, иншаллоталя, и потом, то есть остановитесь, сделайте паузу, прослушайте там, потом вернете, и уже будет в Барак Луфикум вам намного яснее и понятнее в Барак Луфикум. «Охаля ваду ляма», другие же сказали, «Айдан из Акана Фитуа, если человек совершает тот или иной вид поклонения, то он должен давать всегда предпочтение надежды», то есть надеяться, что Аллах примет у него. «Ванн Аллах, якпалью минху, что Всевышний Аллах примет у него из Акана индафель маасы, а если же человек совершает грех, фалью галли пальхов, то он должен давать предпочтение сраху ля ля ягдам, аль маасы, чтобы не совершать или же не начинать совершать этот грех». «Валин Сан, шейх Вафамин, говорит дальше, «Человек ян бага лягу ан якуна табиба навси», должен быть врачом для самого себя. «Идарамин навси, аннаху амин, а макра Аллах, если он видит, что он чувствует в себе, что он чувствует безопасность перед хитростью Всевышнего Аллаха, «Ваннаху махиму да ля маасы и тилла», и то, что он упорствует в неподчинении Аллаху, мутаманни аля Аллахи ля амани, и желает или мечтает, что Аллах его просит, фалья аделан хадат тарик, он должен отойти от этого пути, фалья аслик тарик, аль хауфи должен идти по дороге страха. «Вайзаран нафиги васваз», если же васваз, если же он видит, что у него какой-то вид наущение, «Ваннаху яхофу яхафу беля муджиб», и то, что он боится, при том, что нету причин для страха, фалья аделан газа тарик, пусть отойдет от этого пути, или сойдет с этой дороги, фалья али бджани вараджа и даст предпочтение к вопросу надежду, хатта ястави хауфагу, ястави хауфагу, вараджаугу, чтобы уравнялись его страх и надежда, как говорят некоторые ученые, что страх и надежда это как два крыла птицы, то есть птица это айбады, поклонение, голова это хауп, любовь, а страх и надежда как два крыла. То есть если не будет любви, то не будет айбада, тело это поклонение, правильно? Без любви Аллах спонтану человек поклоняться не будет, но во время поклонения должен быть что? страх и надежда. Потом автор рахима латали упомянул аяты, автор упомянул там те аяты, в которых говорится о том, что побуждает нас или обязывает нас бояться. И так же было упомянуто в этих аятах то, что обязывает нас надежда. Закарафия галюджаннау агленнар упомянул обитатель рая, упомянул обитатель ада. Вадакарафия асифатау аззаваджаль и упомянул там свои атрибуты. Аззаваджаль ваннау шадиду лякап то, что он силен в наказании, ваннау гафур рахимы то, что он прощающий, милующий. Там малькауляу тааля задумайся над словами Всевышнего Аллаха, и аляму анна Аллаха шадиду лякап. Знайте, что Аллах суров в наказании. Ванна Аллаха гафур рахимы то, что он прощающий, милующий. А на нашем посланнике невозможно ничего, кроме передачи откровения. Всевышний Аллах, когда говорил об угрозе, то сначала упомянул силу своего наказания. Баб, знаете, что Аллах суров в наказании, или же силен в наказании. Братья, когда сильный говорит о том, что наказание сильное, то оно реально сильное. То есть мы когда читаем, братья, подобные аяты, когда Всевышний Аллах, тот, братья, описание трона, просто трона, братья, Его, не особого Всевышнего Аллаха, а описание трона. Как сказал пророк Савлусом, первое небо, или же земля в первом небе как маленькое колечко бесконечной пустынь. Второе небо в третьем небе, как в маленькой бесконечной пустыне, как в маленькой колечко бесконечной пустыне. Третье небо в четвертом небе, как в маленькой колечко бесконечной пустыне. Просто четвертое небо с первым уже сравнительно, не говоря уже о земле, все уже потеряно. И так продолжается до седьмого неба. А потом Пророк Солосом сказал, что семь небес в курсе, в престоле, в подножье, под троном, как в маленькой колечко бесконечной пустыне. потом еще курсе в арше как маленькое количество все тут уже как это потерялся понимаете потерялся и вот когда тебе такое лосканда который возвысился на трон и говорит что и алиму анна лошадиду луком знает что аллах силен в наказании вали ля и масла аллах лучше чем все эти примеры приходит тебе маленький ребенок так вот малыш твой сейчас я тебя так сильно накажу со всей силы кулаком или приходит тебе вот такой профессиональный боксер 150 килограмм примерно веса 2 метров сейчас я тебе так сильно ударю и ты вот так поставишь свой животик как этому маленького малышу понимаете какой у него удар будет там же до тонны если не больше удар правильно же лучше выше всех этих примеров когда лоскан то ли говорит братья аллах суров наказание это действительно должно нас пугать ванна гугафур рахим и то что он плачающий милость в мале расуле баляк у афи халате тахадуфи аннавси когда же он рассказывает в баяне камале сафатии и о полноте своих атрибутов говорит на бега и баяне анна гугафур рахи то есть когда просто о себе рассказывает сообщи мои рабам что я прощающий милующий у анна за би воля за буляли и то что наказание моё оно мучительное покат дома викраль макфир аля викраль азаб здесь когда он о себе рассказывает он прощение или милости сначала упомянула потом уже упомянул наказание я но я тахадосу аннавси и азаджал потому что он говорит о себе у ансифате аль камеле и своих полноценных атрибутах суханова таль у рахмати и лати сабакат гадби и милости которая опередила его гнев брать это что касается аятов у лавали